Ну что ж, друзья, всем доброго дня! Эфир «Абакан-24» продолжается. Работаем для вас в прямом эфире и в программе «Демография» традиционно по четвергам рассказываем про социальные проекты, про интересные инициативы, которые существуют в нашем городе, в республике Хакасия. И об одной сегодня пойдет речь. В моей студии прекрасные гости. Это Светлана Филягина, руководитель отдела событийных проектов одной из крупной кондитерской компаний нашего города и ее коллега, эксперт, путешественник, руководитель некоммерческого объединения «Путешествие со вкусом» и еще очень-очень много регалий из Андрея Павкова. Ну, сегодня мы будем говорить о большом событии, который пройдет в городе Абакане. Это будет настоящий гастрономический форум. Уж так уж повелось, друзья, что с развитием туризма все больше и больше говорят о гастрономии или, как правильно, о гастрономии. То есть, много же на несколько вариантов этого слова употребить. В любом случае, это вкусно, это про людей и это про интересные проекты. И как раз об этом сегодня пойдет речь. Андрей, я вам слово сразу передаю. Как родился этот проект «Гастрономический форум» и что вообще жителям Хакасии ожидать? Да, ну надо сначала сказать, что это за проект, как он родился. На самом деле мероприятие является заключительным. Первый гастрономический форум Юго-Сибири будет проходить 25 ноября в городе Абакане в музее на всех трех этажах совместно с Министерством культуры при поддержке правительства. Мы проводим грандиозное, интересное мероприятие. Но является оно заключительным таким этапом в связи с тем, что проект длится в течение трех месяцев. При поддержке гранта Министерства культуры мы разработали такую интересную тему, как развитие муниципальных образований, территорий, их бренда на основе гастрономии. То есть, каждая территория, она все равно по себе уникальна. Есть здесь свои региональные, локальные продукты, специалитеты. Есть какие-то исторические платформы, на которых формировались жителями та или иная кухня. Мы же знаем, у нас много национальных деревень, где проживают украинцы, чуваши, шорцы, хакасы, поляки. То есть, много того, что мы сами даже не знаем, что у нас есть. О себе, да. Мы привыкли куда-то уезжать, что-то искать новое и не знаем то, что находится у нас, как говорится, под носом. В связи с этим нам бы хотелось именно донести до всех, чем богато хакасы. Не только для туристов, которые к нам приезжают в гости, но и, конечно, в первую очередь для нас самих. И по проекту у нас сформированы практически во всех городах и районах команды, в которые вошли представители общепита, фермера, производители продуктов питания, музейщики, библиотеки, краеведы, СМИ, администрации. То есть, в каждой команде люди совершенно разных отраслей, которым интересно показать бренд своей территории, развить его и показать, что действительно к нам есть, зачем ехать. Таким образом, сейчас проходит обучение у нас всех этих команд. Затем мы содействуем им подготовить проект, допустим, фестиваля гастрономического или маршрута, или меню, которое могут представлять заведения, когда приезжают к ним гости. Может быть, это будет небольшой гастрономический какой-то сувенир, но то, что будет именно для этой территории специфично. И в конце 25 ноября у нас на одной из площадок пройдет защита этих проектов, после чего мы будем содействовать тому, чтобы все-таки они оказались в проектах, финансируемых в последующем, и для того, чтобы это развивалось. Это не должна быть история для галочки, это должна быть именно живая история, в которой люди вложили сердце, душу, время. И, конечно же, здесь важна и поддержка администрации муниципалитетов, и правительства. Но самое интересное, что действительно у нас сейчас есть и постановление Министерства экономического развития Российской Федерации, где они закладывают финансирование на проведение фестивалей, событийных маршрутов. У нас есть грантовые конкурсы и в министерствах, органах власти. И у нас сейчас прекрасная идет история Фонда креативных индустрий Министерства культуры, где выделяется порядка до миллиона рублей для какого-то интересного события. Одним словом, главное начать, да, и начать развивать. Вот Светлана как раз у нас является представителем команды города Абакана. Светлана, вообще как узнали и кого объединила команда Абакана? Узнали мы от Андрея, всегда вместе сотрудничаем, постоянно общаемся, как и со всем городом Андрей общается. В команду Абакана вошли все неравнодушные люди, все желающие, влюбленные в город. Прежде всего, экскурсоводы, гиды. О них, наверное, отдельная история, да? Да, они, конечно, очень болеют за город, у них так много интересных маршрутов, придумок, необычных видений своего любимого города. И они у нас во главе. Я могу назвать. Конечно, можно. Пусть знают люди своих героев. Потому что я хочу еще немножко такую ремарку внести, потому что еще несколько лет назад гид-экскурсовод в Абакане, это как бы было в диковинку. Их не было. То есть были экскурсоводы, возможно, в горы, да, куда-то далеко на озера, проводники в тайгу. А вот гидов-экскурсоводов в Абакане, ну, просто не было. Нескучный гид Надежда Анатольевна Вайс. Алланд Елена, которая и по городу, и по ближайшим местностям. И учитель еще истории и географии 25-й школы. Мария Окунева, представитель музея и тоже очень яркая, известная личность. Много людей, которые хотят представить наш город. Конечно, представители общественного питания, ресторанов. Кафе Чебрец из музея будет участвовать. Ливени ресторан, кондитерская, полинники, кафе Зерна и многие другие неравнодушные специалисты, знатоки своего дела, бренд-шефы. Затем у нас ремесленники в составе, перерабатывающие мясопредприятия Айошин Константин Монсан, представитель ТИЦ Нелли Кенаян. В общем, у нас 20 человек. Сильная команда, одна из сильнейших тоже команд. Мы придумали уже такой интересный маршрут, чтобы обо всем, чтобы все номинации затронуть, чтобы это было интересно, необычно. И любимый город Абакан предстанет совсем в другом рампе. А вот этот маршрут потом в перспективе, как вы хотите, чтобы по этому маршруту туристы к нам приезжали или сами жители могли по нему пройти? Все должны. Он должен быть открытым для всех. Каждый должен им воспользоваться. Для чего мы делаем? Не только для гостей. У нас же есть и сезонные. А такие маршруты, они востребованы и для школьников, и для взрослых, и для пенсионеров. То есть, он должен быть в открытом доступе, и чтобы можно было всегда по нему пройти. А я хочу еще, наверное, забегая вперед, рассказать о том, что мы тоже недавно журналистам рассказали такую историю, что в городе Абакане при инициативе ТИЦ, нашего туристического информационного центра Республики Хакасия, будут установлены пять символов, пять менгиров, которые будут символизировать пять стихий. Это у нас вода, огонь, земля и история, да, по-моему? Да. Культурный код. Культурный код города. Да. Будет как-то связано, может быть, с этими менгирами или еще не думали про это? По команде города Абакана мне не хочется выдавать все секреты, потому что это еще в стадии разработки. Но основная наша мысль, чтобы не тратить зря время и силы просто на какую-то письменную работу. Хочется, чтобы это продолжалось, чтобы были задействованы все участники как разных сфер культуры, и деятельности, так и наши туристы, и школьники, и гости. Поэтому будет очень интересно, готовимся, ждем гостей. А вот я хочу сказать, что как раз вот эти пять стихий, они очень хорошо вкладываются в концепцию гастрономии. Почему? Мы даже брали эту концепцию, когда в прошлом году участвовали в Всероссийском конкурсе гастрономические маршруты, и мы как раз говорили об этом. Второе место вы заняли, кстати. Да, второе место в Уфе. Значит, смотрите, вода, воздух, огонь и земля – все это необходимо для того, чтобы получить хороший урожай. Правильно? Ну да. Хороший урожай, качественный, дает нам хорошие продукты, из которых мы готовим вкусные блюда. Поэтому все неразрывно связано. У нас очень хорошая концепция как бренда региона туристического, так и направление питания. Ну а история, наш солярный знак в центре – это, конечно, и опыт поколений, и опыт гостеприимства, да, и профессионалов. И, конечно, мы хотим, чтобы в этом мероприятии была не только прогулка по городу, но и шикарный фестиваль, и необычное блюдо, которое олицетворяет город Абакан. И еще там, получается, маршрут. Маршрут, блюдо, меню, сувенир и фестиваль. Да, меню, сувенир. А вот я хотела бы сказать, что мы же выпустили в этом году такой гастрономический путеводитель. Достаточно интересный опыт, пилотный вариант. Выпустили 4 тысячи экземпляров. Бесплатно, да, вы его распространяете? Ну, 45 регионов и 8 стран уже разъехался он по территориям. И надо сказать, что из 4 тысяч экземпляров осталось 800 всего. Очень популярны. И критики даже очень, которые часто встречаются в Москве с такими изданиями, нас очень хвалят за него. И он сейчас 100 листов, а второе издание мы готовим уже на следующий год, будет 200 листов. И как раз те проекты все, которые разрабатывают участники, мы будем их включать сюда, чтобы популяризировать Хакасию и территории со стороны вкусного посещения. Ведь еда – это что? Это самый быстрый инструмент погружения в историю. Ты поел, тебе хорошо, тебе охота познавать мир. К тому же ты столкнулся с традициями, культурой и гостеприимством этой территории. И, соответственно, это тоже подвижение такое брендовое наших всех проектов. Да, а вы знаете, что по статистике больше 80% туристов при планировании своего путешествия думают о еде. Где они что вкусненькое поедят. Да, вы же все отошли от того момента, когда из путешествий возили магнитики. Что там еще возили? На самом деле… Одежду. Сейчас все возят еду. Если в сфере туризма уже празднуют более 100 лет, то гастрономическому туризму нет еще 10 лет. Поэтому как раз 16 ноября, если не ошибаюсь, день гастротуризма. И у нас совпадает как раз в 25-м, все в одном стиле. Форум, кстати, называется «Бутербродные истории». С одной стороны, потому что 15-го день ноября хлеба и сыра международный, как бы бутерброд. С другой мы все-таки подчеркиваем в нашем форуме, что бутерброд – это как хлеб, сыр, масло, так и у нас гастрономия может с различными сферами. Синтез. С музыкой, культурой, с туризмом, с искусством. И когда наши посетители придут на форум, они столкнутся не только с представлением защиты проектов разных территорий, но там будет огромное количество площадок интересных. Во-первых, это будут гастробатлы между шеф-поварами наших ресторанов, которые будут представлять концепцию своих ресторанов в этом блюде. Во-вторых, будут гастробатлы между территориями. Каждая территория представляет тоже будет блюдо свое, которое бы отражало историю и характер города или района. Будут интересные площадки, иммерсивный театр Дмитрия Абрикосова, потомка кондитеров, которые поставляли изделия свои Николаю II, царю. И были создателем концерта Бабаевского современного. То есть, сами представители концерта к нам приедут? Нет, он потомок его. Ничего себе! Это вот, который выращивал потом сады в Крыму, да? Правнук, да. Потом, затем у нас будет в коллаборациях музыкальная гастролаборатория, художественная. У нас будет интересная площадка, где шеф-повара, известнейшие в России, тот же Константин Полунин, который стал бренд-шефом в прошлом году, шеф-повар года Всероссийского конкурса. Владимир Брагин, Ланская, Антропов. Они приедут и будут показывать свою авторскую кухню, где можно посмотреть, попробовать, продегустировать. У нас будет целая прияда представителей на диаспорт, где можно продегустировать и приобрести разные вкусности от народов Хакасии. Но я могу представить, если вы говорите… Экспо-центр с нашими производителями, крафтовые продукты. То есть, музей станет центром еды большой, да? Большой еды. А перед музеем будет интересная гастрострит. Он, наверное, такой впервые произойдет. Не такой, как всегда. Не шашлыки и плов, а это будет очень интересная концепция из фуд-траков с различными блюдами, которые совершенно по-новому представят кухню, уличную кухню. Это будет и Хакасский фастфуд, и Киргизский, и Греческий, и Удмуртский. Будет у нас представители двух компаний, которые делают мясо в Бриске. То есть, это будет замечательно, вкусно, интересно и эфирично. Андрей, мне кажется, основной целью надо поставить еще, поднять людей. Чтобы никто не отсиживался и не говорил, у нас нет ни людей, ни средств, ни времени на это. Когда мы постоянно всех будоражим, звоним, на фестивали зовем, на мероприятия зовем. И основной ответ, по крайней мере, кафе и ресторанов, что у нас нет времени, нет людей, нет сил. А потому что, когда ничего не происходит, мне кажется, тогда никому ничего не интересно. Вот посмотрите в Новосибирск. Еще три или четыре года назад они тоже говорили, что в Новосибирске, что нам представить такого интересного. А сейчас уже какой год они подряд проводят гастрофестиваль в Сибири есть, съезжаются масса народу, представляют такие интереснейшие блюда, свои направления. Я в этом году был как раз экспертом, и мне очень понравилось проведение такого фестиваля. Главное, территория зарабатывает. Люди получают работу, занятость, бюджет получает дополнительные деньги, всем будет интереснее. Если мы будем сидеть, никто не придет с волшебной палочкой, никто нас не поднимет. И опять же, у нас сейчас большая проблема. Все рестораторы говорят о том, что проблема кадровая, нет людей, нет поваров. А здесь хорошая как раз тема профориентации, где могут молодежь увидеть, что это интересно, креативно, на это можно заработать. И все-таки эта тематика и в эту сторону направлена. А скажите, пожалуйста, вот такой волнующий вопрос. Почему на всех фестивалях общероссийских шикарно представлена Кемеровская область? На всех гастрономических, фестивальных, разных сборищах общероссийских? Вы имеете в виду, что есть какие-то еще дополнительные финансирования этих территорий? Огромные команды сплоченные приезжают, и у них есть спонсирование именно республиканское, как минимум. Почему у нас такого нет? Или мы к этому только идем, возможно? Я думаю, что еда воспринималась всегда как с чем-то что-то обыденное. Ну, проходит фестиваль, люди там готовят плов, шашлык, и хватит этого. Но разве это интересно, когда приезжаешь на НПРАМ, а национальную кухню ты можешь где-то в стороне, в уголке найти, и то уже там очередь, или все съели. Конечно, к этому нужно относиться отдельно, совершенно отдельно, и к этому нужно стремиться. Именно поэтому в прошлом году при Министерстве культуры был создан Общественный совет, как раз Фонде декоративных индустрий, по направлению гастрономия. И сейчас закладываются туда и в бюджет деньги, для того, чтобы поддерживать различные инициативы в этом направлении. И я думаю, что Министерство экономики, конечно, должно обратить внимание на то, чтобы на это направление также определять финансирование. Я думаю, что чиновники и министерства должны быть заинтересованы в развитии нашей территории, и инициативных людей поддерживать, в том числе и материально, и организационно, потому что одним свернуть горы очень тяжело. Как бы мы друг друга не звали, конечно, нужно всем включаться в работу. Все уже знают друга в лицо, а нужно новых подтягивать. Нужно, и нужно, чтобы самолеты к нам летали из Питера не только зимой. У нас сезон все-таки туристический, это лето. Надо нам как-то поплотнее работать. Мне кажется, это все еще зависит от привлекательности региона. Только, например, на высшем уровне это нельзя сделать. Мне кажется, все маленькое зарождается изнутри, и потом вот этими маленькими шагами идет вперед. Потому что, если раньше, я все время это говорю в наших программах, Хакасию все время путали с Абхазией, слава богу, теперь Хакасию знают. Да, у нас очень много всего еще непросто, но коль эти шаги делаются, значит, нужно это продвигать. Ну и еще ведь есть такая даже уже статистика о том, что начинают приезжать сюда в Сибирь люди. Они здесь обосновываются, покупают. Так много туристов едят уже, что даже не справляются с потоком, и не хватает ни трансперта, ни питания. И люди, кстати, переезжают сюда и понимают, что здесь неплохой, благоприятный регион. Еще заманчивая идея – туристические поезда. Еще заманчивая идея – финансирование. Как ты даже рассказывала, что каждый человек может принять участие в этой идее. Мастер-класса. Да, вот мы, наверное, еще расскажем нашим зрителям, что форум, на самом деле, друзья, уже идет, и можно к нему уже присоединяться. Вот команда Абакана уже присоединилась, и команды других муниципалитетов. Кстати, команда Абакана, так понимаю, самая большая. Кто там еще? Нет, у нас большая команда. Кто, на передовики, кто еще? Сайногорск. Абаза. Аскиз. Очень большая команда. Ну, вот это вот самые, наверное, такие большие лидеры. Баграт собирался. Баграт. Нет, ну остальные команды. Я видела вчера еще Сорск. Баграт, Сорск, Алтай, Усебакан. У нас почему-то администрация, когда мы просили содействия, что давайте вместе начнем работать, у нас почему-то Таштыб сказал, мы не хотим этим заниматься. И у нас получилось, что у нас выпали из общего списка, из 13 районов и городов, если вместе взять. Сорск, Арджо и Таштыбский район. Получается, у нас 10 команд из 13. Но для того, чтобы начать, надо начинать с теми, кто хочет. Они просто сейчас посмотрят и захотят. Если захотят, мы всегда рады их принять. Да, и вот уникальность еще в том, что форум проходит, уже начал проходить, и в режиме видеоконференции с людьми делятся своим опытом представители других субъектов нашей большой страны. И говорят о своих каких-то практиках. Например, я тоже участвую, слушаю. Для общего развития мне это все очень тоже близко, так как принимаю участие в развитии различных фестивалей в организации. И мне очень понравилось, что иногда просто, ну не то, что на пустом месте, а идея рождается сама. Вот нужно, например, продвинуть, да, про настольные игры. Вчера рассказывал нам Магнитогорск. Да, и они рассказали. У нас не было средств для того, чтобы сделать настольную игру про свой город. И мы объявили народный сбор. И это, на самом деле, тоже друзья работают. И собрали 80 тысяч. Да, у нас столько неравнодушных людей. И теперь жители Магнитогорска от мала до велика знают, что их город популярен не только магнитной горой, рудой. А у них еще, оказывается, там приезжали во время строительства вот этих всех предприятий художники, рисовали эти прекрасные виды. Город сейчас изменился, но по картинам можно его исследовать. Круто, а в Абакане сколько всего? Вот на самом деле, вот, наверное, это одна из важнейших частей проекта, именно провести вот такое видеоконференции, 10 видеоконференций, где выступят около 40 спикеров со всех городов, ну не со всех, конечно, но со многих из городов и регионов России. Это мы почти 36 регионов, это у нас всего получится. И представить практику свою, какие проблемы, как они формировали фестиваль, как они взаимодействуют с властью, откуда брали финансирование, какие риски во время, что не получилось. Чтобы у людей, которые сейчас у нас в проекте задействованы, сформировалось понимание, вот эта насмотренность, что-то можно протиражировать, взять себе, включить в свой проект. Почему бы и нет? Да, мы когда смотрим, сразу идеи возникают. Я не просто записываю, например, выступающих, но я сразу пишу, как нам можно это преобразовать, изменить, добавить. Пирожки с мудринкой, да, Светлана? Да, вот уже все уже включены. Да, мне тоже, кстати, понравилось вчера. Василиса Премудрая вчера рассказывали, и пирожки с мудринкой. Очень замечательно. Да, это Ивановская область. Но самое интересное, что мне очень понравилось, что когда мы формировали список этих спикеров, все вот партнеры, с кем я вот общаюсь в России, они сразу говорили, конечно, мы поделимся, у нас никаких тайн нету, потому что они видят в этом конкуренции. Они, наоборот, рады открыть и рассказать все, что они могут представить. Это очень приятно. Да, потому что у нас страна огромная, и у нас в любом случае, даже если кто-то будет делать те же пирожки с мудринкой, но я так уже говорю, он все равно их сделает по-другому. Но мы вот со Светой тоже сколько раз говорили об этом, что все мы не конкуренты. Мы должны быть, коллаборацию такую создать и вместе создавать какие-то продукты. Друг друга дополнять, потому что в одиночку, ну, сложно, какой-то большой проект. И одна голова, как говорится, хорошо. Хочется, конечно, чтобы было воплощение, чтобы было продолжение проекта. А мне нравится, что вот эти все проекты, даже про которые мы говорим здесь, в программе «Демография», различные социальные инициативы, они ведь, ну как, они направлены, конечно, на позиционирование себя, на узнаваемость бренда. Но что получают люди, которые приезжают? Они получают возможность что-то новое попробовать, где-то поучаствовать, в тех же мастер-классах. Я хочу сказать честно, и все в этом могут убедиться при данном фестивале. Большинство мастер-классов практически всегда бесплатные. Есть платные, но это какая-то часть, но и то недоступные. То есть для людей это бесплатно. Пожалуйста, приходите, пробуйте. Основное, вот речь идет не о зарабатывании, не вешаемых денег. Развивайтесь, да, да. Это точно нет. Здесь не все про деньги. Не все про деньги. Конечно, о любви, о нашем дружном городе, о том, чтобы все к нам присоединялись. Кстати, о дружном городе. О истории, о семейных ценностях, во всем этом. Кстати, вот о дружбе в городе. Друзья, завтра уже в 12 часов в городе Абакане на улице Аскизской будут садить аллеи дружбы. Все диаспоры, проживающие в республике Хакасия, завтра будут садить деревья. Мне кажется, это тоже хорошая традиция. Это в каком районе? Аскизская. На окончании улицы? Видимо, на окончании улицы, потому что на прошлое, две недели назад, там же на Аскизской садили сосны, и, видимо, будут дополнять. Ну, хорошо, вы видите, от вас узнаете. Сторону Красного Абакана. Вот, ну, вот смотрите, здорово, команды объединились, команды делятся идеями. Где потом, вот Андрей, можно будет увидеть, понятно, в путеводителе. А где еще можно в доступном, ну, каком-то, я не знаю, платформе увидеть, ну, например, маршрут команды Абакана? Туристически клевый. Во-первых, у нас самый главный орган или организация, которая этим занимается, это Туристический информационный центр. Они размещают на своем сайте, на всех своих ресурсах, все инновации, которые вообще возникают. Я хочу сказать им огромное спасибо, такие инициативные, такие яркие представители туристического информационного центра, наши любимые постоянные партнеры во всех начинаниях. Ну, вот они наши партнеры тоже и форума. То есть, там можно будет зайти, люди увидеть, да, наработки все. Я хочу сказать, что они партнерами ТИЦ является нашего форума, и вообще путеводители, все, что мы делаем. Вот мне нравится, что там молодежь, и они все неравнодушные. Они очень быстро, ярко зажигаются и готовы вместе какие-то мероприятия проводить. Это очень хорошо. Во-вторых, конечно же, это Министерство экономического развития, Департамент туризма, который должен этим заниматься. И они всегда тоже проявляют свое содействие для того, чтобы разместить информацию или рассказать об этом. Когда проходят какие-то мероприятия, связанные даже с грантами, что можно поучаствовать и получить какие-то денежные средства. Ну и нельзя не сказать, опять же, про Министерство культуры, которое сейчас очень сильно направляет свои силы на как раз расширение различных историй, связанных именно с креативом, с дизайном моды, кинематографией, с туризмом, гастрономией. То есть для них тоже очень важно показать всю нашу историю и на сайтах, и музея, на всех ресурсах, Министерство самого. Всегда это можно будет найти. И, конечно, администрации. Администрации, мне кажется, должны прямо создавать на своих сайтах раздел. Я вот пролистал различные сайты, и вот такого нету, чтобы было описание, куда можно съездить, сходить. Нужен прямо раздел о своей территории, показывать, какие у них есть кафе, какие есть достопримечательности. Чтобы можно было человеку из любого конца страны узнать, вот в Хакасии, здесь такие города, районы. Заходишь на сайт, у них можно было увидеть. То есть доступность и широкая информированность только тогда будет обеспечиваться подвижение. Я полностью согласна. Плюс еще каждый родитель, например, в целях воспитания своих детей зашел, посмотрел, куда можно в эти выходные пойти с ребенком. Это же тоже очень важно, чтобы семья занималась не только просмотром компьютера и телефона, но чтобы родители с малых лет с детьми занимались историческими какими-то изысканиями, какими-то интересными фактами, принимали участие во всех городских мероприятиях, чтобы росли неравнодушные люди, наши маленькие граждане. Вот патриотизм как раз в этом и зарождается. Нужна какая-то консолидация всего. То есть, может быть, какая-то… Вот есть платформа ТИЦ. Вот есть, например, Абаканский портал, где администрация города. То есть, когда, мне кажется, уже будут готовые маршруты, можно будет их туда вклинивать, и люди бы уже просто смотрели. Ну, может быть, просто инициативные люди. Куда им обратиться, если просто одинокие инициативные люди или предприятия, захотели что-то придумать, присоединиться к нам. Куда они могут обратиться? К Андрею. К ТИЦ они могут обратиться. Ну, да. Хочется, чтобы каждый понемножку… Мы всем рады помочь всегда и поддержать. И тоже всегда говорим не все про деньги. Люди идут к людям. Люди дружат с людьми. И в этих отношениях никогда не заменить какими-то финансовыми отношениями. Люди. Люди от сердца к сердцу. Это наша любимая девиз. А я еще хотела такой вопрос задать. Вот смотрите, об этом тоже говорят многие туроператоры и гиды. В Абакан останавливаются только переночевать. Потом все уезжают куда-то далеко. Неправда. То есть надо уже ломать этот стереотип. Уже ходить, гулять. Я думаю, что он сломан этот стереотип. Сломан уже. Сломан. Рассказываешь. Вот посмотрите направо, посмотрите налево. А они уже изучают глубоко исторические различные моменты. И мы часто принимаем делегации. У меня последняя делегация была в начале сентября. Приезжали белорусы. У меня Камчатка. Центр России. И, конечно, мы их свозили по всем нашим известным местам. И Саиногорск, Аскизский, Абаза, то есть Ширинский район. Очень все красиво, ярко. Один день провели в Абакане. И они остались в таком впечатлении о красивом городе. Зеленом. С красивыми парками. С красивыми. Все обращают внимание на это количество наших сказочных героев. У вас, говорит, город-сказка. Когда их проводишь, начинают говорить, о, стрекоза и муравей, айболит. Стоит там маза и зайцы. И они говорят, у вас, говорит, одни сказочные герои везде. То есть, вот такие локации, они достаточно в большом количестве. А если уж говорить про заведения, где можно попробовать что-то вкусное. Купить какие-то сувениры. У нас все стремесленников. Огромное количество. Вот мы же тоже в группе, да, в мастерах Акасии. И есть проблема реализации. Более 300 человек там. А какие уникальные изделия. И всегда на фестивалях, которые проходят, они предлагают. Но нет такого места, где бы они могли постоянно. Да-да, большая проблема реализации сувениров. На постоянной основе. И надо договариваться и с нашими заповедниками. И придумывать что-то еще интересное. Потому что столько чудесных мастеров, признанных в России. Первые места занимаем. А здесь, в городе, очень сложно. Смех найти, может быть, даже, да. Поэтому Абакан, как туристический объект, вот целый день можно занять, его, наверное, не хватит для того, чтобы показать все. Спасибо. Он стал победителем лучших практик России в Нижнем Новгороде. Где наша делегация, главе с заместителем главы города Абакана Татьяной Карташовой приехали из Нижнего Новгорода, принесли диплом. И смотрите, вот бульвар выходного дня, это ведь тоже была инициатива администрации. Все это было тоже не про деньги. То есть все бесплатно абсолютно там находились люди. И те же, кстати, сувенирщики. Вы помните вот эти домики, да, где могли люди продавать свои сувениры, показывать, ну и концерты под открытым небом. И кроме того, много бесплатных, в том числе и мастер-классов. Так что бульвар выходного дня мы ждем, чтобы в прошлом, в следующем году проходил. Правда, еще неизвестно, где он будет проходить, потому что проспект Ленина уходит на реконструкцию. Мы тоже этого ждем. Ну, я думаю, найдется в городе прекрасное место. Ближе к реке, я предлагаю. Все-таки лето. Ближе к реке. Это уже есть такой вариант. Я с надеждой все-таки жду, когда-нибудь может все-таки реализуется проект облагораживания Дрены Покрылова. Это будет прекрасное место, где можно... Вот посмотрите, во многих городах... Ты знаешь, Андрей, сколько задают вопросов на вопрос главе города Абакана. Дело в том, что говорят, чтобы сделать там маленькую Венецию. Я понимаю, о чем ты говоришь. Нет, чтобы были пешеходные дорожки. Прям дорожки тоже работают. Вот и у тебя бульвар выходного дня будет там шикарно. А что отвечает про Венецию? Там есть? Нет. Там есть немножко такие технические моменты по организации. Ну, я так понимаю, еще надо с землей определиться, потому что там же гидросооружения. Но администрация города все равно работает в этом направлении. Вспомните Дрену в четвертом микрорайоне. Теперь там все гуляют и устраивают и какие-то соревнования, и субботники, потому что без этого тоже никак нельзя. Гораздо симпатичнее, чем просто гаражист. Да, это точно. Но здесь прямо центр может стоять города сейчас, и место прямо просится для того, чтобы здесь горожане отдыхали. Да, да, да. Ну, я думаю, нас услышат, Андрей, и обязательно донесать его. Собьем всех на субботник. Да, и будем. Нет, вот еще такой момент. То есть, получается, Абакан, он уже тоже настолько становится привлекательным благодаря тем же гидам, благодаря маршрутам, которые здесь создаются. И производителям, и ремесленникам, и вообще всем людям, которые здесь живут. Потому что, ну, посмотрите, еще, наверное, 20 лет назад, конец 90-х, это был все-таки серый какой-то унылый город. Сейчас я вот лечу домой, когда я домой приеду, я хочу в Абакан. Везде красиво, но Абакан лучше. О, это тоже прекрасно. Будем сейчас признаваться любви к городу, но тогда давайте еще. Вот смотрите, вы сказали, что будут баттлы между гастрономическими шефами, да, и между командами. Вот я не представляю, как может, например, Абаза, у которой там все такое таежное, клевое, и Абакан, какой будет гастрономический баттл? Ну, про Абакан я не буду говорить, потому что все-таки команда Абакана представлена сейчас сегодня Светланой. Светлана не будешь раскрывать, да, секреты? Она не хочет открывать. Хорошо, аскиз как будет? Соревновательный момент никуда не исчезает, будем держать. Аскиз – это у нас сердце национальной культуры. И, конечно, там огромное количество блюд, которые они сейчас размышляют. Есть у них история такая, что адаптировать блюдо и подать его в совершенно другой интерпретации. Интересный как для туристов, так и для жителей. Но имея исторические какие-то корни, какой-то колорит, но сделать его по-другому, чтобы это было интересно. Сайногорск у нас, конечно, это и форель, и там и козьи сыры сейчас выращивают, и много молочные продукты, да, Семеновичная та же. А у нас, ну-ка, давайте, что, какой район возьмем? Баград. История очень интересная. История. У них же там селекция картошки была. Когда мы разговаривали с командой, они сразу нам сказали, селекция картошки у нас всегда была самая вкусная картошка. Мы должны представлять картошку. А какое-то блюдо. Слушайте, я первый раз слышала, что в Баграде картофель. А про Сурикова мы тоже разговаривали. В Баграде Суриков? Суриков приезжал в свое время, когда это еще была татарская тесть, сухая тесть, да, по-моему. А там он рисовал картины. Там он еще жил в те времена. И есть картина горы, которая в Баграде нарисованная. Вот у них сейчас в школе висит репродукция. Фатеев депутат и учитель Баградской школы. Он занимается этим направлением продвижения вот этого Суриковского темы. Ему интересно фестиваль там организовать. Так вот, Суриков любил ливашники. Это такие пирожки, которые мать ему готовила. И как раз одно из предложений было, почему не создать фестиваль суриковских ливашников. Каждое подворье, как у нас фестиваль борща в Алтайском районе, может готовить с разными начинками и как раз представлять вот такую тему. Допустим, если по Баграду дальше продолжать. У них порода Гирефорд. Мясо говядины мы получаем из крупнорогатого скота. Так вот, зарегистрировано свой подвид селекционный, выведенный хозяйством Андрея Новских и Институтом оградных проблем Хакасии. Он занесен в селекционный реестр. И этот бык сам по себе, у него спина на 17 см длиннее. Из-за чего вот эта вырезка, которая самая дорогая, длиннее. Они выращивают по вкусу мясо совершенно другое. То есть, они могут эту историю тоже позиционировать, как вот такое мясо только может быть у нас. Тогда, Андрей, тогда я не понимаю, почему это все так скрыто. И все думают, что Хакасия – это талган только. И кровяная колбаса. Нужно тоже разрушать стереотипы. И вот когда мы проезжали семинарами в разные города и районы, я всегда делал упор на то, что национальная кухня – это очень важный аспект. Это интересно, когда туристы приезжают. Но им интересно не только есть хакасскую, например, кухню, шорскую. Есть еще и сибирская кухня здесь, казацкая кухня. Есть просто блюда, которые местные специалитеты. Вот мы разговариваем, нельзя называть название заведений, но одно из заведений иберийской кухни, ну, все мы понимаем, да, говорим о чем? Ну, кому будет интересно тапосы, то, то, они же живут за хакасскую кухню. Я говорю, совершенно неправильно. А если ты ешь в Испании это блюдо, это будут одни продукты, у нас сыр, мясо, все, мед, все это производится совершенно по-другому. Технология одна, минеральные вещества в почве другие, количество солнечных дней третье, воздух другой. Все делает совершенно и качество, и вкус продукта, он будет совершенно другой. Про иван-чай я вот тоже рассказывал девочкам вчера. Да, вчера мы слышали. Я когда стал углубляться по вопросу иван-чая, везде, куда ни приедешь, везде купить иван-чай. Я стал со специалистами разговаривать о иван-чае. И мне сказали, что ваш иван-чай, Хакасия, Красноярск, Бурятия, вот это вот, где резкоглиматический климат, резкоглиентальный, он очень хорошо влияет на растения. То есть, когда идет холодно, тепло, перемена погоды, горы, стопки, ложбины, то есть, все вот различные эти факторы влияют на растения. И вкус иван-чая, он намного лучше, чем в той же южной зоне. Получается, что процентов на 40, то, что производится за Уралом в центре России, он в холостую уходит. И поэтому наш иван-чай, он всегда будет лучше, чем другой. И поэтому нужно, когда туристы приезжают… Наш ответ санкций. Нужно объяснять, что тот иван-чай – это одно дело, а почему нужно купить именно наш. Потому что скоро зима, иван-чай быстренько активизирует все вещества в концентрированном виде. И так же и мед, молоко, сыр, тоже все сыр, везде сыр нет. Я опять же говорю, вот именно какая у нас вода. У нас очень много кост начали разводить в сельской местности. У них совершенно чистая вода. Хотя у нас там говорят уголь, экология. Ну, отъехать подальше, да, от угольных разрезов туда делают прекрасные сыры, вкусные сыры. И как раз вот почва, экология, вода, все вместе взятая, дает возможность. Вот подоил козу, взял молоко, и сыр, вкус совершенно другой. Кстати, про экологию. Именно сегодня у нас в прямом эфире, не в прямом эфире, а в нашем выпуске новостей. Прямо сейчас готовится сюжет по программе «Чистый воздух». Это пилотный проект, и скоро наши коллеги узнают, кто может получить субсидию за то, что будет отапливать свой дом с помощью электроотопления. Поэтому тоже ведь много же было разных проблем, но город и республика входят вот в эти федеральные... И, кстати, все больше и больше таких людей становится. ...кто переходит на электроотопление. Поэтому мы будем надеяться и будем тоже принимать шаги для того, чтобы у нас в городе воздух был чище. Все начинается с малого, как мы с вами здесь поговорили. Раньше даже никто и не думал о проведении гастрономических фестивалей, экскурсий. А теперь они уже в полном объеме. Бутербродная история. Классно, проект интересный. Как вы приглашали гостей? Почему вы хотели именно вот этих шефов? Как они реагировали на приглашение? Во-первых, начиналось с того, что все-таки бюджет, хоть и проект у нас выигран на грант Министерства культуры, он все равно ограничен. И чтобы пригласить хороших экспертов, конечно, требуются деньги в разы больше, чем проект. Но здесь все на личных отношениях. То есть, практически все эксперты, которые приезжают, 99%, это мои хорошие приятели, друзья, шеф-повара, с которыми я уже не один год знаком, переписываемся, дружим. И, конечно, многие из них, практически все приезжают просто для того, чтобы поддержать, без гонораров. И это очень интересно, потому что их опыт даст возможность и нашим поварам из разных заведений прийти, посмотреть, как что готовить, какие новые технологии можно применять, как продукты можно сочетать. У нас приезжает Дмитрий Абрикосов. Он тоже достаточно дорогой сейчас эксперт. Это вообще катаблого эксперта пригласить. Он по всей России очень востребован. Приезжает Олег Назаров. Это один из известнейших ресторанных критиков. У него баснословный, сразу скажу, гонорар, потому что он такой же известный, как Миттл Джаивлев, Акзамов. Он в Федерации рестораторов-ателлитров России. Масса бестселлеров у него книг «Как развить ресторан, успехи, неудачи». То есть, тоже, ну, хорошо, приеду без гонорара, например, это самое. То есть, мы там оплачиваем достаточно небольшие суммы, чтобы они могли приехать, проезд, проживание, питание. Но это все доступно нам в рамках проекта, чем если бы мы заказывали неизвестного человека. Они все именитые едут, очень известные. Люди обычные, кто вот узнает о вашем событии сейчас во время нашего эфира, смогут прийти на этот гастрономический форум? У нас открыты абсолютно, всем будут прийти. Мы, наоборот, хотим, чтобы как можно больше людей узнало, пришли, попробовали. Потому что, я еще раз говорю, будет большой экспоцентр, где наши производители продуктов питания могут представить все, что они производят. Это будет же и продажа, и дегустация. Будут крафтовые продукты, где можно все попробовать будет. Кроме этого, у нас также и ремесленники представят свои как раз сувениры, связанные с гастрономией. И, опять же, мы хотим представить кухню, которая будет интересна для людей, может быть, и очень знакомых с этим делом. Сейчас же, вот мы немножко упустили тему, я хотел тоже сказать, что такое гастротуризм. Раньше люди как ехали? Приехали, что-то съели, попутешествовали, посмотрели. Потом началась следующая тема, уже приехать, попробовать что-то интересное, что здесь производится. А сейчас уже очень много таких людей, которые хотят что-то авторское, что-то непохожее, что-то эксклюзивное. И таких все больше и больше становится. Поэтому, вот Светлана, наверное, подтвердит, она тоже много по регионам ездит. Что, если брать разные регионы, я вот в этом году проехал порядка 30, и мне очень приятно сказать, что Хакасия далеко не на последнем месте, а одна из первых, наверное, можно сказать, в 20 регионах, в которых идут эти процессы, у нас идет хорошее развитие, и нас оценивают. И Хакасия как раз становится все больше и больше узнаваемая именно на наших гастросувенирах. Да, я только хочу сказать, что гастросувенир, который мы проводили в это лето с нашими партнерами, это считает тоже самая тема продвижения нашей территории. И если... Жарче фестиваль, который проходил при поддержке администрации города Абакана, Вероника Викторовна Веницына, которая выступала на сцене, приветствовала всех участников, в том числе итальянского повара Мир Кадзаго. Она сказала, я хотела бы, и все, я думаю, горожане поддержат, чтобы фестиваль был городской. Потому что столько людей, столько локаций, нон-стоп, больше, да, и больше часов, несколько часов эти программы... И для многих людей вот это, может быть, неизвестно далеко. В диковинке было для многих, гастроужины, многие даже не знали, что такое гастроужины. И сейчас, мне кажется, немножко пересматривают свою культуру питания. Да, непросто, где-то какие-то трудности. Но люди, когда посещают фестивали, когда посещают какие-то другие мероприятия, они, ну, наверное, просто забывают о чем-то каком-то плохом, да, и думают о хорошем, у них есть возможность сравнивать, чувствовать, что они тоже в центре этих событий, крутятся, да, причастны. Кстати, у нас в рамках форума этого 24-25-26-го пройдет целый ряд гастроужинов с приезжими шеф-поварами в наших ресторанах, и поэтому можно туда будет попасть и узнать что-то новое. Да, высокое искусство считается не просто так. Ну, да, это раньше же, да, думали, ну, как-то, ну, вот тебе пюро с котлеты, да, а сейчас-то делают по-другому, да. Еда – это очень такая интересная вещь, начиная с того, что преломить хлеб с гостем, да, это вообще считается одним из таких благодатей у всех народов. Вот я только из Грузии приехала, у них вообще гость – это святой, у них масса легенд, когда вот там узнают, что этот человек там чуть ли не убил там брата, а он уже в гостях ест, и они говорят, нет, для нас гость – это от Бога, мы его не можем выгнать. Гость – посланник Бога, да. То есть, это сказа, такие истории интересные. Вот. Есть хорошее выражение, что хороший повар стоит доктора, да, то есть, хорошая еда дает нам долгую и качественную жизнь. Есть хорошее выражение, что повар – это тот же художник, потому что это он творит, он тут же… Это очень замечательно, что профессия возрождается, что профессия приобретает статус и уважение, что это не просто так. И мы должны детей учить тому, что не просто нужно набить желудок, не просто какой-то ватный фастфуд съесть, а нужно к еде подходить как к чему-то… К культуре питания привычки. Да, к институт питания нужно развивать, конечно. Ну, и, конечно, друзья, все начинается дома, как готовят наши мамы и бабушки, как вы готовите. Потом эти дети будут видеть, что вы готовили, и будут, наверное, вас тоже копировать. Ну, а если вы будете еще посещать какие-то яркие события, которые в городе Абакани не только происходят, я думаю, будет еще лучше. Конечно, если систематически мы будем проводить вот такие события, наши люди будут обогащаться. Не каждый же может съездить куда-то далеко. А здесь, в родном городе, процветание территории, процветание наших людей – это же очень важно. Да, еще такой вопрос. Вот вы, Андрей, когда приезжаете в любой город, на что сразу вы обращаете внимание? Ой, честно, я сразу обращаю на чистоту. Для меня это очень важно. Потому что это сразу говорит о том, как сами люди, проживающие здесь, относятся к своей территории. Очень интересно сразу посмотреть на архитектуру, какие-то малые формы архитектуры, как относиться к власти, к тому, чтобы украсить свою местность. Интересно, конечно же, мне пройти по магазинам, рынку, посмотреть, какие продукты продают, заведения, кафе. Я обычно, когда еду, я сразу себе выписываю, что нужно посетить. А ты вот как это находишь? Ты открываешь интернет. Гугл-помощь, я делаю очень просто. Я открываю интернет и пишу, запосетить за один день. Потому что вечно нет времени. И мне выдает там куча всяких. И я уже себе так галочки. Вот я всегда говорю, опытный турист именно так и поступает. Потому что когда едешь, обычно ты куда-то едешь по работе. У тебя есть определенное время, на которое ты тратишь, по приглашению ты приезжаешь как эксперт, работаешь, какие-то еще дела. А остальное время, конечно, тебе хочется как можно больше впитать все, где ты побывал. И уже начинается, встаешь в 6 утра, хотя думаешь, ну поеду где-нибудь, вот это плюс нет. В 6 утра встал, пошел, посмотрел город. И потом, пока что-то начинает открываться, успеваешь посетить. Ну, иначе по-другому нельзя спать. Спать никогда вообще. Светлана, вы на что обращаете внимание? Что особенно всегда поражает или удивляет? Сразу первое что? Да, мне нравится, когда много парков, когда много воды, места, где можно отдохнуть. То есть это очень важно, да? Да, также подскакиваешь в 5 утра, куда-нибудь в ближайший парк бежишь, смотришь, как город просыпается, как улыбаются люди, как они тебя приветствуют. Душевное отношение людей, вот что еще. На это всегда смотришь, да? Да. И очень удивительно, что с каждым годом, когда ты посещаешь различные места, люди становятся все теплее, добрее. И я всегда говорю, хороших людей больше, просто плохие заметнее. Но всегда открытые, доброжелательные. И вот сколько мне попадалось, всегда и подскажут, как пройти. И, а вы были там, обязательно сходите. Вы из какого города сразу? А, да вы что, вы сюда приехали? Тогда сходите обязательно туда. Просто посторонний человек спросил, как там идти. А мне еще, знаете, кажется, что вот еще, например, чего не хватает в нашем городе, ну, чтобы тоже быть туристически привлекательным. Мне кажется, нам не хватает туристически полезных стендов информационных. Ну, чтобы, например, люди знали, кто турист. Например, направо пойдешь, в музей попадешь. Ну, это я так утрирую. Ну, вот именно вот такие информационные, может быть, какие-то переходные. Ну, я бы скажу, знаешь, кстати, я стал обращать внимание, вот эти вот коричневые. Появились только в этом году, да. Их бы побольше, может быть. Вот кто-то, друзья, знает, что у нас на нашей прекрасной Первомайской площади это нулевой километр. Это же только благодаря экскурсоводам. И, кстати, тоже завтра мы будем про это говорить, друзья. Преображается театральная площадь, будет там новый фонтан. Возможно, там тоже уже будет какое-то интересное место показа, да, для наших горожан. Вот как наши экскурсоводы говорят, что мы должны предложить туристу так же, как в супермаркете. То есть, в корзинку можно набрать все. У вас экскурсия, вы к вам пойдем в кафе, с вами пообщаемся, здесь погуляем. То есть, вы должны выбрать много-много всего. И тогда всем будет лучше. И тем, кто работает, и тем, кто приехал в отпуск. Да, чем больше предложений будет накапливаться. Команда-то почему мы предлагали во всех муниципалитетах создать, чтобы такая команда стала платформой какой-то, общественной, креативной платформой, никуда можно идеи генерировать, вливаться самим. И тогда это будет обрастать все больше и больше и примет. Но самое главное, у нас же приезжих туристов очень не такой большой процент. Мы должны еще ориентироваться на всех местных, на семьи, на своих горожан, чтобы они несколько раз могли прийти, посетить несколько... Экскурсий разных. Да, да. Поприсутствовать на мастер-классах. Вот я еще хотела такую тему затронуть. Уезжаем из Абакана, да. Все замечательно у нас есть там. Прекрасно уже развивается инфраструктура в сторону озер. В сторону Саиногорска вообще без слов. Это вообще мой любимый самый маршрут. Здорово. Но еще у нас есть тоже это раскрученное место. Но мне кажется, еще тоже не до конца приисковый. Светлана, вы были в этом году. Да. Вот что там настораживает? Что там вообще вдохновляет? И что еще, например, многим еще там недоступно, обычным людям? Я была первый раз. И, честно говоря, впечатление произвело огромное, но очень неоднозначное. Самое тяжелое, мне показалось, это дорога. Дорога гравийная. Эти 80 километров ты едешь 3 часа, потому что она вся перекопанная, потому что у тебя не джип с огромными колесами. То есть асфальта нет? То есть ты там сворачиваешь на определенную дорогу? После Копьева. Очень далеко. Самая дальняя точка, друзья, наша. Выматывающая. Нет никаких населенных пунктов. Там буквально сарала, какая-то маленькая деревенька еще и все. Ну, вот это очень круто. Но там построили очень крутой отель. Там не уладинка, там масса уже настроенная. Это туда еще добраться до этого отеля. Само приисковое. Ну, возможно, зимой, может быть, эта дорога как-то укатывается. Не знаю, снегом. Само приисковое. Как тут город контрастов. Страшенные бараки полуразрушенные, помойки. Нет нигде, например, полянки, чтобы поставить палатку или просто чтобы присесть. Ни о каких зеленых зонах отдыха речи нет. И тут же между бараками пятизвездочные отели, какие-то очень хорошие отели. Там буквально километр между этими горками есть или нет. Андрей, как ты вот это объяснишь? Вот такое получается, не хочу говорить. Природа, конечно, беспопробная. Природа прекрасная. А вот такой контраст. Живут вот так люди, и тут пятизвездочные. Вот как ты, как эксперт, можешь это объяснить? Прямо как будто наше время какая-то. Я хочу сказать, что здесь нужно, ну, я не хочу там сейчас учить кого-то, но мне кажется, здесь очень важно, чтобы органы власти нашей правительства работали именно с такими людьми, инвесторами. Если ты заходишь и зарабатываешь деньги, цены там достаточно хорошие, возишь туристов, то тебе необходимо заниматься вместе с тем, чтобы благоустройство того небольшого поселка. Потому что у них там есть интересный дом культуры старинный. Его можно воссоздать. У них там есть, ну, просто хотя бы вместе с жителями какой-то проект сделать социальный. Давайте сделаем заборы хотя бы, чтобы все было видно. Да, они же там живут. Я понимаю, что туристов привлекает, возможно, вот этот вот… Да, дорога – это дорогая вещь. Но вот это вот взаимодействие, власть, бизнес, общество, оно должно там происходить. Я не думаю, что жители не пойдут на какое-то взаимодействие. Мне кажется, с этим нужно именно работать. Турист, когда приезжает, и он сразу видит, знаешь, Бангкок в прошлых лет. Правильно. Для них, конечно, это разрыв. Первая мысль вообще, они тут еще и живут. Ладно, ты приехал, поглазел на караул какой-то там, и тут же шикарный отель зашел, да, успокоился. Я понимаю, может быть, зимой приезжает очень много красноярцев, и там дикий вот этот отдых снежный. Но как люди там живут, непонятно. Поэтому, друзья, мы делаем вывод о том, что нужно нам всем объединяться, и в том числе и бизнесу помогать власти, и власти бизнесу, и просто быть неравнодушным к тем территориям, на которых мы живем. Людям самим нужно инициативы свои проявлять. Проявлять. И как сказала одна из экспертов, которая тоже выступала на ВАД-форуме, что любое место можно раскрутить, на любом месте можно привлечь любое место людей и создать гармоничные условия. У нас 50 секунд. Приглашайте еще раз на бутербродную историю. Еще раз, дорогие друзья, приглашаем вас. 25 ноября с 10 часов начинается работу форум, первый гастрономический форум Юго-Сибири бутербродной истории. Будет очень много интересного и вкусного. В музее, улица Пушкина, 28А. Поддерживайте команду Абакана, мы же болеем за Абакан. Ну и, конечно, за всех мы болеем, потому что живем в нашей замечательной солнечной Хакасии. Вот такой у нас сегодня получился эфир. Мы обязательно его сохраним на нашем YouTube-канале Абакан-24. Друзья, будьте неравнодушны, путешествуйте даже в соседний двор. Пусть у вас все будет хорошо. Ну а эфир Абакан-24 продолжается. Скоро увидимся, чтобы поговорить о главном. Всего вам самого хорошего. Не переключайтесь. Ну и подписывайтесь на наши соцсети. Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!